всем привет вы смотрите видеоблог о кроссовках сникер хэд на блоке я женя питерский а это не баланс 574 юрт в коллаборации с салихи бен бури в расцветке black plum это не первый обзор коллаборации салихи бен бури на канале по ссылке наверху вы можете найти не бэнс 2002 r water be the guide который очень сильно хайпанули как и большинство других коллабораций салихи в последнее время не балансы выдали ему силуэт 574 для работы сами чтобы вдохнуть него новую жизнь и дизайнер начал работу над этой моделью одновременно с 2002 но 574 в релиз вышли немножечко позже 574 юрт вышли как часть коллаборации под названием universal communication он состоял из кроссовок и коллекции одежды кроссовки вышли в два релиза первый релиз вышел в октябре двадцать первого года и состоял из двух расцветок shark skin это классические не балансовские серые цвета и оттенки и team forest green в сине бежево-красных цветах второй релиз вышел в апреле двадцать второго года и включал в себя уже три расцветки вот это вот black plum work wear white в песочно-розово-синих цветах и emerald sky в изумрудно-желто-серых оттенках ну и помимо кросс была выпущена капсульная коллекция одежды которая тоже была вдохновлена аудор эстетикой походами хайкингом и всем тем за что мы любим салихи бенбори как вы наверное заметили 574 юрты сильно отличаются от классических 574 формирование общего кузова с олехи подошел достаточно радикально и принципе мне кажется вообще все передел осталось только цифра для сравнения взял 574 classic можно посмотреть насколько сильно они отличаются друг от друга по размеру в том числе по пропорциям и к расположению этих деталей 574 он добавил элементы из модели test run 3.0 в части midsole или даже наверное скорее outsole а именно вот это вот бампера задней части и ко всему этому он добавил midsole из архивной модели начала двухтысячных это 755 cross training части вот этих вот сверх необычных вставок на midsole верх кроссовок сделан из многослойной сетки похожий на сетку из 2002 р добавил на нее панели из сильно ворсистой черной замши замша есть даже в нижней части язычка что очень редко и вообще такой честно говоря первый раз вижу и нижняя часть и боковая часть тоже сделан из замши на носу есть большая фиолетовая вставка из плотного материала похожего на резину под ним есть слой замши и под ними еще и вставки из 990 в 3 которые выполнены скорее всего из 3 материала потому что они светоотражающие и они имеют такой графитовый цвет сбоку с каждой из сторон пришита белая буква н из такого же материала как и вот эта вот вставка на носу под ней под белой буквой н есть тоже основа в виде буквой н из черного материала по текстуре напоминающего кожу сбоку также есть панели серого цвета из кожи которые имеют на себе прорези для верхнего ряда шнурков и с наружной стороны к этой панели пришит ярлычок с орехи бембуря и отдельные детали можно отметить двухцветные шнурки которые выполнены в черном цвете и глеты у них покрашены фиолетовый цвет и кончики тоже покрашены в фиолетовый цвет главная же особенность этой пары это конечно же свисток который прикреплен сзади к пятке на свистке есть упоминание о коллаборации в виде рисунка юрт выполнена в виде глянца и я считаю что обзор будет неполноценным если я не сделаю это интересно что завода свистки были запечатаны оранжевым картоном на котором есть брендинг new balance и надпись remove in case of urgency то есть убрать в случае опасности возможно поэтому приделали собственно свисток ибо потеряться в лесу тундре или на пляже в принципе изи но твои кроссовки гипотетически могут спасти жизнь но на самом деле история про свисток другая салехи бембуре дружится дизайнером бренда и cold wall самуэль россом и у него есть коллаборация с брендом nike на модели ломера 5 и салехи очень любят эту модель у него есть несколько расцветок они его инстаграме часто фигурируют и он очень хотел сделать тоже какую-нибудь прикольную штуку сзади на не баланса он думал взять какой-нибудь фонарик шагомер какое-нибудь устройство с gps и всякое такое но тогда и стоимость кроссовок вырастала очень сильно а бюджета на такие изменения у него не было напомню что ритейл был 150 баксов и поэтому перед одной из презентации не баланс он просто взял свисток на скотч его прилепил и пришел на презентацию не баланс и это была одна из таких первых презентаций и все откровенно говоря офигели то что он сделал но в итоге мы видим что свисток тут это недорого очень эффектно и в принципе вписывается в общую концепцию outdoor походов и так далее особого внимания заслуживает конечно же коробка она очень яркая необычная красочная у каждой расцветки свой рисунок коробки промо компании было три расцветки напомню и соответственно на фонах был лес пляж и конкретно у данного colorway это тундра ну и в принципе здесь на фотографии ясно видно тундру здесь видно какие-то горы водопады на верхней части коробки есть надпись юрт и в принципе нарисована юрта внутри фирменная брендированная бумага new balance и интересный момент что с обратной стороны коробки есть три таких вот человечка выполненных в каком-то стиле древних племен я не знаю это может быть китайские племена или коренные американские племена и в принципе очень напоминает по силуэту салехи бимбуре который любит ходить шапочки бине и видно что у него здесь есть кроссовки и кроссовки по аутсолу в принципе достаточно сильно напоминают аутсол у 574 new balance classic несколько слов о технологиях мидсоль оснащена технология absorb sbs которая отвечает за амортизацию разбита на вот такие вот блоки пузыри по сути это необычная смесь из термопластика который способен деформироваться но при этом поклощать ударные нагрузки и не терять свою форму и эластичность на протяжении долгих часов он не имеет пористую структуру в отличие от пены поэтому видно что он такой гладкий пена сам по себе более пористая и неровная еще есть технология roll bar которая отвечает за стабилизацию и предотвращает заваливание скручивания стопы и также она проходит через середину кроссовка на заднике расположены два отверстия в виде капли где можно увидеть собственно этот сам absorb sbs ну и есть фиксация в виде пластины которая помогает пятки и стопе быть на месте также можно отметить что такие же капли похожие можно увидеть на лицо 90 в 2 и на 991 подметка очень толстая необычной формы рисунка с разных сторон опять-таки это сделано для аудора так же как и вот этот козырек сзади который позаимствовал на трейловых моделей в текстуре резины видно вкрапления я сначала подумал что это какая-то грязь или может быть брак посмотрел фото других пар увидел что он есть в принципе везде возможно тут используют переработанные материалы но я честно говоря не нашел информации по этому поводу поэтому это останется догадками сами при себе кроссовки очень массивные они выглядят значительно больше чем большинство других пар и это в принципе видно когда рядом кладешь с олехи и обычный 5-7-4 толщина мид соло реально очень большая какие-то ультра бусты 21 все это в принципе сказалось и на весе они не легкие но и в принципе не самые тяжелые отдельно стоит сказать о стельках они необычные на них присутствуют своеобразные холмики возможно это сделано для лучшего сцепления при аудоре или для дополнительного комфорта сложно сказать но на самом деле в них действительно удобно при носке и кроссовки не кажутся тяжелыми в них ходить комфортно нигде ничего не натирает свисток не мешает пятка не перевешивает принципе на весь день они подойдут без проблем вентиляции тут не самое лучшее даже несмотря на то что кажется что сетка крупная и должна дышать но на самом деле она не очень дышит внизу есть подклад поэтому выше 20 градусов в них долго в принципе не проходишь по размеру можно ориентироваться на стандартный с размер они идут true to size и в принципе отличаются от обычных 574 которые на пол размера маломерят и в принципе они тоже подойдут людям с широкой стопой потому что они сами по себе достаточно широкие на этом все ставим лайки подписываемся впереди очень много годноты следующий выпуск выйдет через неделю до скорых встреч берегите себя